Ой, буквально вчера заходил в интернет и увидел в инстаграме коллеги по цеху очень необычную старинную бензопилу. И это прям сильно задело струны моей души, потому что я являюсь владельцем точно такой же модели бензопилы Штиль и хотел бы с радостью поделиться информацией про нее и тем самым передать привет Великим Лукам и, собственно, Вячеславу. Это бензопила Штиль, модель БЛК, и это поистине культовая бензопила, хоть она и не была первой в этом классе, но она собой знаменовала прям такую небольшую эпоху, когда был переход от тяжелых бензопил, таких бензопильных агрегатов, я даже сказал, которыми могло управлять два человека, к легким бензопилам, которые мог поднять и работать один человек. Бензопила выпускалась в различных цветовых вариациях. Это красная и более редкий вариант желтая. Эти пилы шли для гражданских потребностей, а еще был выпуск в зеленом цвете, ну, либо, если говорить точно, в цвете Берензе Грюнен. Это специальная комплектация, которая выпускалась как оснастка Бунте Сфера. И именно такую вариацию мы видим в инстаграме Вячеслава. И такой интересный еще факт, что на первых комплектациях к этой бензопиле могла еще в комплекте идти вспомогательная ручка для второго человека. Несмотря на то, что эту модель бензопилы выпускали для вооруженных сил Германии, ни в Первой, ни во Второй мировой войне эта бензопила не фигурировала, потому что ее выпускали намного позже. Первые выпуски были в 1954 году и начали снимать с производства эту модель бензопилы в конце 1960-х. Хочу еще сказать немножко по характеристикам этой бензопилы. Значит, тут двухтактный двигатель, который расположен на пиле горизонтально. И в зависимости от года выпуска были некоторые модификации этой модели. Это штиль БЛК-57, который имел карбюратор поплавкового типа ПАЛАС. Также поршень 52 мм, объем двигателя 98 см3. И эта пила работала на оборотах 4500. Это примерно в три раза меньше, чем на современных бензопилах. Однако эта бензопила работала за счет большого объема двигателя, высокого крутящего момента и таких производительных цепей. Значит, вторая модификация этой пилы была выпущена немного позже. Она уже получила мембранный карбюратор фирмы БИНК. Также очень редко можно встретить на последних модификациях карбюратор фирмы Тилотсон. И была увеличена мощность этой бензопилы, потому что начали выпускать эту бензопилу с диаметром поршня 54 мм. Объем двигателя стал 105 см3. Эта модификация была штиль БЛК-58. Как видите, на бензопиле есть вот такой редуктор, который позволяет вращать пильный аппарат в двух плоскостях. Чем-то напоминает эта система редуктор бензопилы Дружба и Урал. И хочу сказать, что, кстати, это бензопила, ровесник бензопилы Дружба. Что еще хотелось добавить? Ну, вы видите конструкцию этой бензопилы сверху, расположение топливного бака, на этой части глушитель, цилиндр, вот так вот расположено пильное полотно, крышка такого незакрытого типа, резервуар для масла для смазки цепи, про карбюратор я вам уже рассказал, вот такая необычная ручка, ну и табличка с характеристиками. Также хочу добавить, что, как и для бензопилы Дружбы, для этой пилы, для этого двигателя было разработано много различных насадок. Это насадка бензобур, мотопомпа, даже мотокоса. Если я найду в интернете, как выглядели эти насадки, то я обязательно опубликую в этот ролик. Обратите внимание на старый вид цепей. Аналогичными цепями также комплектовали бензопилы Дружба и Урал. Друзья, на этом мой рассказ про эту бензопилу заканчивается. Надеюсь, что вы для себя узнали что-то новое и интересное. Роман Заяц с наилучшими пожеланиями из Киева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok